Этот каменный мост простоял 300 лет. Однако в результате многодневных проливных дождей, вызвавших наводнения, старинное строение разрушилось на глазах у испуганных местных жителей. Это кадры из графства Северный Йоркшир. Большинство жилых домов здесь затоплены. Значительно пострадал исторический центр древнего города Йорк и его предместия. Местные жители жалуются на правительство Великобритании и муниципальные власти, так как город оказался не готов к сильному наводнению. Сообщается, что более 10 тысяч домов остались без света. Нас здесь не было, но, по словам наших соседей, никто не приезжал сюда, чтобы сообщить о стихийном бедствии. Не было ни сирен, ни объявлений по громкой связи или чего-то похожего. При этом премьер рассказывал нам о доблести спасательных служб. Когда спрашиваешь здесь людей, они говорят, да, спасатели делали свою работу. Но политики используют это, рассказывая, какие замечательные у нас бойцы. Они замалчивают, что их денежная политика привела к затоплению региона. Они, как обычно, это скрывают. Многие жители Йорка были вынуждены покинуть свои дома во время рождественских каникул, когда воды на многих улицах было по пояс. Сейчас ситуация несколько стабилизировалась, вода отступила. Однако синоптики предупреждают о новом шторме Фрэнк. Обстановка может ухудшиться. Тем временем спасательные службы проводят работы по укреплению уже существующих дамб. На этих кадрах с вертолета сбрасывают мешки с песком, каждая весит целую тонну, для того, чтобы предотвратить полное размытие берега реки. Продолжение следует...